Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала главные темы последнего рабочего дня этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пресс-релизе ведомства сообщается, что соответствующие службы полиции продолжат использование видеокамер как минимум по двум причинам. Первое – решение судей не является окончательным и может быть опротестовано в апелляционной палате Кишинева. Второе – в вердикте суда не говорится прямо, что административные протоколы о нарушениях водителей признаны недействительными. Напомним, накануне суд Центрального района столицы вынес по иску организации юриста за права человека решение, в котором говорится, что съемка дорожного движения является нарушением права на личную жизнь. Другим темам. Контракт на поставку в Молдову природного газа из Румынии будет подписан в 22 декабря. Об этом сообщил вице-премьер министр экономики Молдовы Адриан Канду. Ожидается, что с 1 января Молдова будет покупать голубое топливо у соседней страны по цене 277 долларов за тысячу кубометров, сообщает Independent.MD. В итоге румынский газ будет стоить дешевле на 50 долларов, учитывая, что с 1 января Россия будет экспортировать газ в Молдову по цене 331,2 за тысячу кубометров. Голубое топливо будет поставляться посредством газопровода Яссы-Унгены, который был сдан в эксплуатацию 27 августа. О других новостях сегодняшнего дня в рубрике «Короткой строкой». Новый председатель Европейского совета Дональд Туск может посетить Молдову в начале 2015 года. Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с действующим премьер-министром РМ Юрием Лянко. Дата визита будет согласована позже, однако известно, что поездка состоится до саммита Восточного партнерства, который пройдет в мае в Риге. В ходе встречи с молдавским премьером Туск отметил важность незамедлительной реализации начатых реформ для обеспечения обратимости европейского пути Молдовы и пообещал продолжить поддерживать нашу страну в достижении ее целей в новом качестве председателя Европейского совета. Правительство готово оказать финансовую поддержку мигрантам, желающим вернуться на родину по причине кризиса в России. Такое заявление сделал действующий министр труда социальной защиты семьи Валентина Булига. Она, правда, уточнила, что речь идет только о тех, кто по возвращению в Молдову не сможет найти себе работу. По разным данным, на территории Российской Федерации трудятся от 300 до 700 тысяч наших соотечественников. Председатель ЛДПМ Влад Филат считает, что проевропейские партии, которые в перспективе могут сформировать правящую корлицу, должны инициировать диалог с партией коммунистов. Переговоры с ПКРМ должны быть серьезными и ответственными. Диалог необходим для консолидации общества и обеспечения единства, заявил Филат. То, что диалог с ПКРМ вполне уместен, отметил и демократ Дмитрий Дьяков. А вот вице-председатель ЛП Дарин Киртакой заявил, что переговоры с коммунистами уместны, но каждая партия должна вести их отдельно. Между тем, депутат ПКРМ Артур Решетников ранее заявлял, что между коммунистами и проевропейскими партиями пройдут некие консультации, на которых будут обсуждаться аспекты отношений ПКРМ, ЛДПМ, ДПМ и ЛПМ. Более подробно об этом и многом другом мы, возможно, узнаем сегодня вечером в программе «Пятница» с Анатолием Голей. Гость передачи Артур Решетников. Начало в 20.00. Не пропустите. Делегация Американского Конгресса посетилась визитом в Молдову. Ее члены прибыли от имени юридической комиссии Палату представителей. В рамках встреч с руководством нашей страны обсуждались проблемы, связанные с кибернетической безопасностью, торговлей людьми и с верховенством закона. Социалисты предлагают официально объявить 2015 год в Молдове годом Великой Победы. 9 мая 2015-го отмечается ее 70-летие. В сообщении, размещенном на сайте социалистов, говорится, что в связи с этим парламентская фракция ПСРМ намерена обратиться к депутатам законодательного органа с соответствующей инициативой и поручить Национальному комитету по празднованию годовщины разработать полномасштабный план по проведению тематических кампаний, акций, научных конференций, круглых столов и иных мероприятий. В Камрате прошла выставка продукции предпринимателей из Гагаузии, получивших возможность развивать свой бизнес при финансовой поддержке Европейского Союза. Среди них производители меда и одежды. В рамках экспозиции бизнесмены делились опытом со всеми желающими открыть свое дело. Ранее участники мероприятия получили от ЕС гранты до 15 тысяч леев каждый. Еще одна подобная выставка пройдет завтра в Чедерлунге. Православные верующие отмечают сегодня День Святого Николая или Николая Чудотворца. В этот вечер дети готовят свои сапожки. Утром те, кто вел себя хорошо, найдут в них подарки, а непослушным детям Святой Николай оставит розги. Настоятель Столичного храма Святителя Николая Протеерей Петр Сторожа рассказал, что святой был известен своей верой и добротой. Он считается символом милосердия, щедрости и добрых дел. После смерти родителей все доставшиеся ему наследство имуществ он раздал бедным. День Святителя Николая празднуется два раза в год, зимой и летом. Продолжаем выпуск. В Кишиневе стартовала традиционная рождественская ярмарка Christmas Fair 2014. В этом году она продлится чуть более недели, предоставив достаточно времени для посещения стендов всеми желающими. А выбор у посетителей будет богатым. Компанию-участницы представили весь ассортимент товаров, сопутствующих зимним торжествам. Первые предпраздничные покупки сделала и наша съемочная группа. Центральный павильон Молдэкспо на 10 дней превратился в волшебное пространство, где каждый посетитель сможет не только приобрести подарки к Рождеству и Новому году, но и окунуться в магическую атмосферу предновогодней сказки. Это праздник, на который каждый из нас еще с детства с нетерпением ожидал подарков, будь то от Деда Мороза или от близких людей. И просто замечательно, что организовываются такие ярмарки, где есть возможность выбрать подарки для тех, кого мы любим. С наступающим Новым годом! Более 130 участников экспозиции предлагают украшения, фейерверки, подарки и сувениры, игрушки для детей, одежды, обувь и аксессуары, а также продукты для праздничного стола. А еще всех посетителей ждут мастер-классы, изготовления рождественских украшений, розыгрыши, колядки, ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Для многих кишиневцев посещение рождественской ярмарки стало уже доброй традицией. Мы уже третий год подряд здесь, в принципе. Посещаем уже не первый год. Отлично, замечательно, тепло, весело, ну, добро, настроение хорошее. Ну, нравится, хорошие вещи, можно много купить именно для Рождества, для украшения, для подарков. Ну, интересно, в общем. Ярмарка очень хорошая, кстати. Здесь так много в этом году участников, и особенно новогодние сувениры здесь очень красивые. Можно выбрать подарок на любой вкус. Рождественская ярмарка в столице проводится уже одиннадцатый год подряд. А теперь о событиях, происходивших сегодня за пределами нашей страны. Бельгийские фермеры этим утром заблокировали тракторами европейский квартал в Брюсселе в знак протеста против мер жестокой экономии и подписания договоров о свободной торговле США, сообщает бельгийская Суар. Как отмечает издание, сельхозпроизводители решили протестовать именно в этом месте, поскольку 18-19 декабря здесь проходил саммит ЕС, на котором решался этот вопрос. Манифестанты начали жечь костры, в которых одного за другим сжигали чучело европейских лидеров и штурмовать здания. По данным брюссельской полиции, в акции приняли участие от одной до двух тысяч человек. Кроме бельгийских приехали также фермеры из Франции, Германии и Нидерландов. О других событиях в мире в рубрике «Вокруг света». Президент США Барак Обама подписал акт о поддержке свободы на Украине, который позволяет ему принимать дополнительные ограничительные меры в отношении России, говорится в заявлении главы государства, распространенном накануне. В нем, в частности, отмечается, что законопроект дает администрации дополнительные полномочия, которые могут быть использованы, если того потребуют обстоятельства. Реакция МИД России на эти заявления не заставила себя долго ждать. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефоновом разговоре с госсекретарем США Джоном Керри отметил, что закон о поддержке свободы Украины, грозя чиновными санкциями против России, способен надолго подорвать возможности нормального взаимодействия между двумя странами. Не успела еще Австралия отойти от терактов в Сиднее, как еще одно чудовищное преступление произошло в городе Кернс в штате Квинсленд. Его жертвами стали 8 детей в возрасте от 18 месяцев до 15 лет. Как передает телеканал BBC, сообщение о КАО «Айрасправе» поступило на пульт дежурной части в 11.20 утра, когда стражи порядка прибыли в дом в пригороде Манур, они обнаружили тела восьмерых детей и раненую женщину в возрасте от 30 до 40 лет. Ее немедленно доставили в госпиталь. Все погибшие дети приходили друг к другу братьями и сестрами, а раненая женщина – их мать. Об этом австралийским журналистам рассказала двоюродная сестра пострадавшей Лиза Тейди. Полиция Квинсленда ведет расследование. Конкурс «Весь мира» впервые за 63 года пройдет без дефиле в купальниках. Такое поистине революционное решение приняли организаторы одного из главных конкурсов планеты. По словам представителей состязания, бикини всегда отвлекали участниц и зрителей от важных гуманитарных задач, которым посвящен конкурс. Обладательница титула «Весь мира» – это скорее посланница добра, мира и надежды, а не первая красотка на деревне, заявила директор конкурса Крис Уилмер. Впрочем, летняя тематика из конкурса все же не исчезнет. Вестокупальников представительницы прекрасного пола будут щеголять в дизайнерских пляжных костюмах. Такими были новости последнего рабочего дня этой недели. Далее вас ждет прогноз погоды и вести от наших российских коллег. А после этого в эфир, как всегда, выйдет очередной выпуск программы «Пятница» с Анатолием Голем. Сегодня ее гостем, напомню, станет депутат от ПКРМ Артур Решетников. Начало в 20.00. Не пропустите. Я же Алиса Коряк. На этом с вами прощаюсь. Удачных вам выходных и до встречи в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok